Всем привет! Я всё ещё продолжаю экспериментировать с фоном. Я снимаю эту заставку чуть позже, чем начался сам ролик, просто потому что так получилось. Затягивать долго я не буду. Чуть дальше, по иерархии, так сказать, ролика, я хотела занять за композицией, потому что мне нужно было, ну, нужно будет, буду так, да, говорить, мне нужно было сдать её буквально на этой-следующей неделе. И я в какой-то момент начала очень сильно переживать, что они меня и числят. Просто из-за композиции, а также ещё из-за английского языка, так как последний день сдачи у меня, ну, точнее, даже не то, что последний день сдачи, а скорее крайний день, когда у меня уже все долги должны быть сданы, это 4 декабря, а иначе в противном случае будет отчисление. Но, спойлер, я всё успела практически. Ну, то есть, один предмет, композиция, как бы он у меня не сдан, но преподаватель уже, в принципе, мне всё одобрил. У меня вот здесь распечатаны вот такие бумажки, это бланки. Бегунки называются для того, чтобы мне поставили оценку. Их нужно смести в беканат, и мне зачитают этот долг. А также я займусь кобеленом, даже сделаю небольшую поделочку из пряников, это вы увидите дальше, поэтому я надеюсь, что он вам понравится. Также напишите, как вот там такой фон, потому что обычно я снимала напротив стола, и мне кажется, что там картинка выглядела чуть-чуть хуже. Старая обшарпанная дверь, про которую мне некоторые писали о том, что как можно с такой дверью вообще жить, вообще жить. Можно подумать, что у нас самая ужасная комната в общежитии. Вы просто не видели плохих комнат. Мне так хочется всё наперёд рассказать, но, в общем, думаю, что делать этого не следует, так что приятного вам просмотра. Напишите о том, как вам такая картинка в комментариях. Буду вам благодарна. Ну и, в общем-то, начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... У кого-то день рождения, у кого-то свадьба, у кого-то ребенок родился, у кого-то еще что-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Взбить было не так сложно, на самом деле, как я думала... Пенка у меня получилась, но вот там снизу она уже начинает моментально оседать... Поэтому я сейчас буду пытаться еще взбить сильнее и потом добавлять, как это называется, сахарную пудру... Но она сыплется комочками, поэтому я решила, что я попробую сейчас ее просеять через сито... Мне кажется, так будет раздражаться на ней... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне даже жалко. Я уже попробовала маленький кусочек пряника, потому что у меня остались вот здесь обрезки. И он довольно-таки вкусный. Первый раз такую штуку собирала. Она идет больше для детей, но да, мне 20. Это даже отодрать будет довольно-таки сложно, потому что вот этот крем, он довольно сильно засох, как безе. И склеилось оно все очень хорошо. А нет, получилось. Мне сейчас нужно выучить все вот эти топики по-английскому. Здесь их два листа. И по-моему, это не все, но вроде бы должны быть... Ну, практически. Практически все здесь. И мне нужно сделать две презентации. Еще у меня вон там стоит снизу гобелен, но с гобеленом ладно. Он, в принципе, меня не торопит. А во две презентации и английский мне нужно сделать, потому что уже конец семестра, а у меня ни черта не сделано было. И, наверное, меня будут на сессии просто убивать. А экзамен по-английскому именно пересдать, он будет буквально завтра уже. И, в принципе, часть у меня уже выучена, так что я обстраиваюсь. И у меня в последнее время такое настроение, что мне хочется рисовать, мне хочется опять заниматься именно больше каналом и своим... Ну, не то что блогом, а именно творчеством своим. Мне хочется как-то начать зарабатывать деньги на этом, но не на заказах портретов, потому что мне что-то это прям совсем не нравится. У меня тут девушка недавно заказывала портрет, так в итоге все дошло от того, что у меня было очень плохое состояние. И вроде бы мне нужны были деньги, но в то же время я просто очень сильно тянула с ее заказом. В итоге она отказалась от него, я вернула ей деньги. Он уже частично был начат, но я не полную сумму вернула, там процентов, наверное, 85 где-то вот так ее вернула. И за то, что я уже сделала, я предложила просто альтернативу, что я могу там доделать в ближайшие дни. Но она отказалась, и в общем я вернула ей практически всю сумму. И мы на этом разошлись, и больше я ни одного заказа не рисовала, и у меня прям отпало желание, мне прям очень не хочется. Хотя заказ по правде был интересный. Но это больше моя вина, ну не больше, а так и есть просто, потому что мне лень было, и были поделенные факторы, и у меня состояние было плохое, и тут же учеба. И в общем все вместе это дало адское сочетание. Так что я сейчас хочу побыстрее сделать две презентации, быстренько сделать, насколько это возможно, по экономике и по истории искусств, и сделать, выучить английский. Дай бог, чтобы я его завтра сдала. И если у меня останется время, но мне кажется, что его не останется, я бы хотела порисовать на планшете, на графическом, но мне кажется, что, наверное, я не успею. Ну да. Ну да. Уже 3 часа ночи, я еще не учила топики, и я сделала уже две презентации. Делаю домашние по экономике, потому что я про него совсем и забыла. И после этого я буду учить, собственно, английский, и, наверное, я даже не лягу спать. Я вот пью кофе, потому что я в какой-то момент уже начала засыпать. Мне очень хочется порисовать на айпаде завтра, но мне кажется, что если я либо вообще не буду спать, либо буду спать мало, то я, наверное, просто лягу спать и просплю, я думаю, до ночи так точно. Если я не всю ночь, как показывает практика, поэтому мне кажется, что завтрашний вечер я просто потеряю. Но я не хочу пока об этом думать, и вот я сейчас доделываю задание. На самом деле задание легко списывается, потому что эти задания, которые сделали ребята, они выкладывают это в общий доступ, и у всех все можно посмотреть. Не знаю, в чем прикол. Можно я, пожалуйста? Полина, как сделать трансляцию экрана? Я только не понимаю. А, кажется, поняла. Ну, собственно, Кес Ван Данген – знаменитый голландский живописец 20 века. Молодой художник рисовал посетителей кафе, нанимался разносчиком газет, грузчиком и даже участвовал в бойцовых состязаниях. На улицах Парижа, в цирке, на ярмарках повсюду он делал наброски для своих картин. Под влиянием импрессионизма живопись Ван Дангена изначально... Я пришла с английского. Устала до жути. В общем-то, я сдала, но подробности расскажу потом. Это было ужасно. Ну, не то чтобы меня мучили, но история долгая. Сейчас уже 2 часа ночи, и я хотела лечь спать до утра, но так получилось, что я проснулась и теперь спать не хочу. И я очень хотела, во-первых, начать читать мангу, которую я купила вот буквально ещё, наверное, месяца ещё так 2 назад. И я очень хотела рисовать на планшете, давно у меня такого желания не было. И так как я проснулась и теперь спать не хочу, сейчас я буду этим заниматься. Я вот начала одну работу, это не будет полноценка, я просто хочу сделать несколько зарисовок именно из головы, попридумывать каких-то персонажей, позы, как-то композицию, что-то от себя, потому что я вот даже думала подать заявку на маркет. Но, увы, заявка буквально вот действует ещё до завтрашнего дня включительно, я это случайно увидела. Но я посмотрела на своё портфолио и объективно поняла, что оно плохое. Там нет каких-то индивидуальных работ, это в основном какие-то фан-арты, нет целостной картины, поэтому я даже, наверное, подавать не буду, чтобы сейчас не торопиться никуда, и чтобы просто в своё удовольствие рисовать, пока у меня будет время. Посмотрите на мою свечу. Буглилась просто ужасно. Не покупайте такие свечи, они очень неудобные, то есть, чтобы вы понимали, вот. Выглядит прям страшно из-за того, что, видимо, вот здесь горлыско немножко сужено, фитиль, огонь от фитилька образует здесь вот такую вот нагарь, нагарь, я не знаю, как это называется, но выглядит некрасиво. Я люблю сидеть в темноте, но я не люблю, чтобы прям голимая темнота была, поэтому, когда ты выключаешь свет, ну, у меня сейчас здесь фонарик горит, становится довольно-таки приятно, то есть, не темно. По освещению как-то так выходит. А когда ты прям в полной темноте сидишь, как-то режет глаз, особенно, когда ты рисуешь на планшете, там, на компуктере. Ещё я распечатала вот такие псевдогазеты. Я хочу по рисунку сделать аппликации. Там у меня ещё всё тот же недоделанный пленэр, и мне преподаватель сказал, что было бы прикольно белые места, которые я так и не заполнила каким-то цветом, просто заполнить какой-то аппликацией газетной. Но газет у меня нет, поэтому я хочу напечатать просто какие-то странички. Субтитры делал DimaTorzok Он один из исполнителей портовой мафии. Да, так оно и есть. Самое большое несчастье врагов Дазая, то, что именно Дазай их враг. Надеюсь, ты видишь удовольствие в моих глазах. Нужно забери меня с тобой. Пробуди меня от этого раздражающего сна. Представляете, я просто на фоне включила влог Пушман Юли. Чисто на фон. А в итоге я залипла, наверное, минут на 20-15, потому что они здесь с мамой готовят бестроганов, а я очень люблю бестроганов. Но я не то, что его не умею готовить, я готовила его раза три, и на последний раз у меня получилось довольно хорошо. По крайней мере, само мясо у меня получилось мягким и не то, чтобы нежным, но оно получилось, по крайней мере, не резиновым. Но вкус был хорошим, но не уверена, что оно получалось прям таким, как надо. Поэтому сейчас вот здесь то, что показывает мама Юли, я понимаю, что я готовила немножко не так. Ну, конечно, все по-разному делают. Но я прям засмотрелась и хочу увидеть до конца, как они это будут делать, потому что мне прям очень интересно. Так как я бы хотела научиться готовить бестроганов вкусно, а я хотела ролик включить просто на фоне, я хочу сейчас порисовать. Но прежде я все-таки досмотрю. Я не фанат рецептов, я не смотрю никакие кулинарные каналы, шоу, еще что-то. Но вот здесь, мне кажется, это уже называется... Мне за 20 лет наступило, я не знаю, потому что я вообще не фанат готовить. Мне это как-то даже что-ли не интересно. Я какое-то время комплексовала из-за этого, потому что, ну, будет у меня муж, будет у меня семья, а я не люблю готовить, да не то, что не люблю и не умею. До того, как я переехала в Петербург, я реально не готовила, потому что мама меня не заставляла толком. Она знала, что когда у меня будет семья, я и так устану это делать каждый день, поэтому она как-то меня сильно не запрягала, и я особо не готовила, нужды не было, потому что мама дома я готовила. А когда я уже сюда переехала, ну, тут без вариантов, пришлось готовить само и себе, и здесь у меня проснулось желание. То есть сейчас уже какие-то вещи я умею, то, что можно приготовить на плите, потому что у нас духовка не работает. Блины, панкейки, оладьи, вот это я научилась, мясо готовить могу, супы некоторые готовила. А второе блюдо тоже умею готовить. Ну, то есть какие-то вещи я умею стандартные, но не так, чтобы прям у меня какие-то кулинарные способности были невероятные. Я особо этой темой раньше не интересовалась, но научиться готовить говядину вкусно. Это многого стоит так, чтобы она не получалась резиновой, потому что у многих такая проблема возникает. Я даже здесь с Леной недавно спорила. Ну, не то, что смотрела, мы рассуждали на тему того, как сложно готовить всё, что не курица. Ну, вот ещё успокаутся. Так уже примерно, да? Ну, чуть-чуть. Ну, я думаю, каждый посудит, пожалуйста. Курица, всегда можно многосыпать, попробовать, но лучше не перебарщивать. Господи, я всегда думала, что это спать сложно. Курица. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И то это был успех! Потому что я сделала две презентации, домашняя по экономике, и также я всю ночь учила топики по английскому. Я прям горда собой, что я осилила это и не легла, ну, то, что не легла, не заснула, то есть я поспала два часа, потом я встала и продолжила учтить топики, потому что обычно, если я хочу спать, то всё, тише пропало, я ложусь спать, мне всё равно. У нас было две дистанционные пары, и, к сожалению, одну презентацию я не смогла рассказать, хотя я её сделала по экономике, и там такая схема, что тебе нужно за семестр сдать три презентации и посещать все занятия, даже дистанционные, иначе потом зачёт будет сложным. Ну, и, видимо, я попаду под этот сложный зачёт, ну, собственно, я сама виновата. Я надеялась хотя бы одну презентацию рассказать, но я не успела, потому что меня задержали на экзамене по английскому языку. Первая презентация у нас началась в 11.40 утра, я специально приехала в университет заранее, поскольку пара заканчивается в час, а в час у меня уже начинается английский, соответственно, очно, поэтому я сразу приехала в университет, сдала эту презентацию, и дальше, оставшийся где-то час, я просто выключила эту дистанционную пару и учила топики. Ну, в общем-то, наступил экзамен по английскому языку, мне выдали текст для того, чтобы его перевести, то есть там нужно было взять словарик, но, скажу так, он особо сильно не помогал, особенно, когда у тебя ограниченное количество времени. Текст ты сам вытаскиваешь, любой, но он идёт по специальности. Я достаю текст, и я понимаю, что я ничего не понимаю, я листаю словарик, он мне не сильно помогает. Там сидят три преподавателя, чтобы понимали напротив по английскому языку, два из которых довольно-таки строгие, и одна лайтовая. Я думаю, всё, я ничего не сдала. Сдаваться я не стала, я начала пытаться как-то всё-таки перевести хотя бы что-то. Я смотрю, что некоторые попытались взять телефон, но их за это отругали, попросили убрать телефон, иначе могут вообще с экзамена выгнать. И я судорожно достала телефон, абы как сфотографировала текст и перевела в переводчике. Мне кажется, меня всё равно в каких-то моментах палили, но, может, об этом не сказали. И, чтобы вы понимали, я даже переводила по переводчику, насколько я это могла, потому что, говорю, пользоваться телефонами там было очень сложно. Это, конечно, не ЕГЭ и не ОГЭ, но всё равно там сидит комиссия, там три преподавателя, это университет, это экзамен, это вам не контроль на школе. Хотя контрольные тоже бывают сложные, и разные преподаватели разные, но не суть. В какой-то момент я не успела доперевести этот текст, и нам сказали, чтобы мы выходили из аудитории, потому что сейчас будут пускать по одному, спрашивать пересказ, спрашивать чтение, спрашивать перевод, топики. А я понимаю, что я не всё перевела, у меня телефон на колени, а преподаватель передо мной стоит. В общем, я еле как, смогла его просто на стул положить, это как бы видно, что он на стуле лежит, но я понадеялась, что никто ничего не заметит. И мы вышли. Я не стала первая заходить в аудиторию, но я решилась на то, чтобы зайти второй, чтобы отмучиться, тем более, что у меня следующая пара дистанционная, где я должна рассказать презентацию по социологии, которую в итоге так и не успела рассказать. И я захожу в аудиторию, прочитала текст, мне поставили за это три за чтения, думаю, ладно. Потом я начала переводить, теперь вот мне тоже три поставили. И настало время пересказа, то есть нужно этот текст ещё раз пересказать на английском. А я понимаю, что я ничего не поняла даже на русском. Текст про бизнес, про финансы и про экономику. Я ничего там не поняла. Это слишком сложно. То есть это не здравствуйте, меня зовут Петя, это моя мама, все мы вместе живём в городе под названием Лондон. А это было что-то невероятно сложное. И я понимаю, что я ничего не могу рассказать. На меня смотрят три преподавателя сразу. Я говорю, что я ничего в тексте не поняла, даже на русском. Я спрашиваю, что будет, если я не расскажу пересказ. Мне не зачтут экзамен, так ведь? И мне говорят, что да, нужно хотя бы что-то рассказать. Я прошу хотя бы дать мне шанс немножко пробежаться глазами по тексту, потому что я вообще ничего не поняла. Я буквально... Ну, я не могу уловить суть текста. Мне сказали, ладно, типа, давай вот твой перевод на русском, то, что я писала на бумажке, быстро пробегись глазами и дальше попробуй пересказать. Я пробегаюсь, и я понимаю, что я не понимаю смысла текста даже на русском. Не то, чтобы я плохо перевела, то есть это было переведено через переводчик. И даже в таком случае я не поняла, о чём там говорится речь. Какая? И они начинают смотреть на этот текст и понимают, что текст про бизнес. Спрашивают, какая у меня специальность. Я говорю, монументальное искусство. И они понимают, что да, видимо, что-то мне немножко не то попалось. Что, видимо, это когда-то там давно было, что может как-то входи в нашу специальность, я не знаю. Но, в общем, меня пожалели. И сказали, ладно, давай мы тебе другой текст дадим. Вот тебе текст про архитектуру. Хотя это тоже не совсем твоё. Я говорю, давайте мне текст про архитектуру, хотя бы что-то. И меня посадили обратно. Пока всех остальных спрашивали, я сидела в этой аудитории и переводила второй текст. У меня уже началась следующая пара. На экономике. Я начала переводить этот текст. Смотрю, что он хотя бы легче. Там про дизайн, про архитектуру. Там знакомые мне слова. Тут у меня уже не могла пользоваться переводчиком. Потому что, ну, преподаватели заметили, что телефон был на стуле и сказали, что я его убрала. Я вообще села за другую парту. И с помощью своей головы и, собственно, словарика я переводила. Там уже гораздо было проще. То есть половину текста я смогла перевести от себя. Потому что он, по крайней мере, по специальности был. Пока всех спрашивали, я его перевела. Мы перешли в другую аудиторию, потому что эту аудиторию уже занимала другая группа. Там я уже перевела. Там я уже прочитала. На сей раз мне четвёрку поставили. И достало время пересказа. Я еле пересказала. Мне поставили тоже тройку за это. И потом настало время вытягивать темы для топиков. Я заранее учила 12 сочинений небольших. Вытаскиваешь билет с темой сочинений. И рассказываю сразу же, не подготавливаясь. И попался билет, который я плохо выучила, но я его знала. То есть у меня было пару билетов, которые я вообще не учила. Так что не всё так плохо было. Я еле-еле кое-как с горем пополам рассказала. Это было ужасно. Знаете, вот на уровне реально третьего класса. Дай бог. И в какой-то момент я уже не выдержала. Я рассказала предложение 5. И я на них смотрю и говорю, поставьте мне 3, пожалуйста. Потому что со мной всё ясно уже. Но если бы мне попался топик, который я выучила. Там было несколько топиков, которые я прям от А до Я знала. То мне бы могли поставить 5. И общая бы оценка вышла бы 4. Но здесь было всё безнадёжно. Я говорю, не заставляйся меня дальше рассказывать. Ну всё, уже со мной ясно, поставьте мне 3. Они посмотрели друг на друга. Тут уже было 2 преподавателя. И поставили мне тройку. Я думаю, слава, господи. Потому что одна девочка вообще не сдала. И ей поставили... Ну ей ничего не поставили. Поэтому был вариант того, что дальше её ждёт отчисление. А со мной, в принципе, всё было нормально. Но я как бы до этого особо не переживала. То есть я знала, что ну как-нибудь на 3, как-нибудь я справлюсь. Я вырос... Не выросла. Я перегорела вот этим вот желанием учиться на одни пятёрки. Потому что я старалась в школе учиться. Не то чтобы на пятёрки. Но у меня всегда было стабильно 4-5. У меня ни одной тройки в школе не было. И более того, я всегда гналась за тем, чтобы пятёрок было больше. Как можно больше. На красный аттестат я не шла, потому что я понимала, что это мне не по силам. Но 4-5 закончить это я могу. У меня ни одной тройки не было за итоговой оценки за весь период школы. И я этим реально перегорела, потому что я поняла, что это того не стоит. Ну серьёзно. Поэтому... Я, конечно, виновата, что я не пошла на экзамен в прошлом году. Но я сдала. Так что теперь я могу вдохнуть спокойно. Самое страшное позади. Это реально самый страшный, наверное, экзамен за весь курс университета. Потому что я очень плохо знаю английский. Но как бы так, вот оно и есть. И что касаемо композиции. Я принесла свои работы в универ. Показала преподавателю. Объяснила всю ситуацию. Почему я не ходила на его пары. Почему я практически ничего не подготовила. И он мне даже ничего плохого не сказал. Он меня поддержал. Он пожелал мне удачи. Посмотрел мои работы. Внёс пару правок. Которые не обязательно уже это исправлять. Просто он сказал, что вот было бы лучше, если бы ты сделала вот здесь так, а вот здесь так. И всё. Спросил, принесла ли я вот эти бегунки. Но у меня их ещё не было. Поэтому я принесу их буквально вот через два дня. На следующее занятие. Мне нужно донести ещё работу линейную. Но это не сложно. И вот ту работу, которую я рисовала на вытянутом формате. Её нужно ещё нависовать вот на таком маленьком эскизе. И приклеить к отмывке, которая стоит у меня вон там. Гигантская. Наверное, даже сейчас я её покажу. Я показывала на прошлой развеске. Но если вдруг кто не видел или не помнит, когда я сказала, что она большая, я не шутила. Она реально большая. Она даже не влезает в камеру. Ну, где-то вот так примерно. То есть она прям гигантская. И в этом году у нас ещё больше формата. Поэтому я ненавижу ментальное искусство. Ну, в общем, мне тут надо вставить эскизик. И на планшете, который у меня тоже уже натянут, просто нужно угольком контур сделать композиции. И он мне поставит оценку. Скорее всего, четыре. Он сказал, если бы я это принесла в рабочем процессе в прошлом году, он бы мне поставил пять, как я поняла. Но в целом, мы хорошо поговорили. Я ему показала набросок на следующей композиции. На айпаде сделанный. И он мне ничего против не сказал. Он сказал, что в принципе это имеет смысл быть. Такое можно сделать. Там правки внёс. Но в целом, я прям очень рада, что у нас есть такие понимающие преподаватели в университете. А сейчас я продолжу рисовать на айпаде. Я всё-таки хочу против того, чтобы начать участвовать в арт-маркетах. Но я посмотрела вчера объективно на своё портфолио. И поняла, что оно ни о чём. Я вчера в своей группе ВКонтакте удалила старое портфолио. В итоге теперь оно выглядит как-то так. Я хочу, чтобы оно смотрелось целостнее. Вот эту работу я бы отсюда убрала. Насчёт этой не знаю. Она тоже здесь как бы немножко как будто бы не отсюда смотрится. Но я пока что её здесь оставлю. И вот это чисто мой персонаж. Вот это был референс такой на Пинтересте. Но я его немножко изменила. В целом, волосы, фон. То есть я его считаю тоже как частично выдуманный персонаж. Поэтому его можно считать тоже оригинальным, кроме костюма. Но вот это всем знакомая личность. Фредди Меркорин. Я решила его сюда тоже вставить. И вот насчёт Акутагавы из Бродячих Псов. Не знаю, я решила его сюда вставить. Но он, по-моему, хорошо смотрится. Он мне нравится. Но я не уверена. Но как полноценная работа, по-моему, он выглядит хорошо. Персонаж не мой, не придуманный. Но, по крайней мере, это не срисовка. Всё-таки аниме-персонаж. Персонаж манги, который выполнен в своём стиле. В реализме в каком-то полуреализме. Поэтому мне кажется, что... Ну, он имеет смысл здесь быть. Не знаю. И мне хочется что-то смешанное между комиксом и между реализмом. Чтобы покрас именно был реалистичный. Покрас. И мне хочется своё портфолио оформить в каком-то едином стиле. Чтобы это было что-то чёрно-белое. На этапе зарисовки смешанное с полноценками какого-то полуреализма. В общем, не знаю. Я надеюсь, что я приведу его в хорошее состояние. И в итоге оно будет смотреться достойно для того, чтобы его могли рассмотреть для участия в арт-маркете. Так что я решила не торопиться с заявкой. И я лучше спокойно, с удовольствием, пока что буду заниматься портфолио и учёбой. Я раньше бы, наверное, ни за что не подумала. Даже как-то в мыслях не было того, что я бы хотела рисовать комиксы. Но вот последние года, наверное, полтора я об этом задумываюсь. И с каждым днём, с каждым новым комиксом я убеждаюсь в этом ещё больше и больше. Потому что это нереально красиво. Но это при этом ещё настолько сложно. Посмотрите, как это красиво. Мне кажется, что мне ближе всё-таки иллюстрация. Но иллюстрация же бывает разная. Я вчера и сегодня... То есть я купила её и какое-то время даже не открывала. Потому что мне как-то немножко будто бы было не до этого, а сейчас. Особенно, когда я сдала английский, я сдала практически композицию. Я наконец-то начала её читать. И я просто сижу и залипаю на картинке. Я сфотографировала большое количество фрагментов, где я пыталась подметить композицию. То, как распределяют тон. Чёрные пятна, белые пятна. Какими текстурами покрывают. Потому что, видите, например, вот здесь какая-то... Это даже сеткой не назовёшь. Вот здесь шумы. Где-то можно увидеть такой мелкий-мелкий горошек. Если обратите внимание, здесь очень много каких-то различных эффектов. Например, вот здесь использовали такую редкую крапинку. Здесь что-то... Похоже немножко, знаете, на очень мелкие, очень частые штрихи в рисунке. Вот, например, вот здесь лицо покрыто опять какой-то... Я даже не знаю, как называется этот узор. Что это за кисть такая или эффект. Вот здесь использовали просто линии. И, казалось бы, это всё-таки простые элементы, но это так красиво. Какую толщину линии используют. Композицию. И действительно, я сижу и залипаю. Не знаю, насколько времени. И поражаюсь буквально уровню художника. Можете, например, сравнить две картинки. Только нужно найти. Ну вот, например. Обратите внимание на Асуши, то, как он нарисован. То, как распределены белые пятна, тёмные пятна, тень. Вот этот пояс, ремень, наверное. И галстук, который добавляет движение. Вот эту руку увели сзади в тень. Вот так часто делают. Как нарисован дазай. Как его плащ рисует силуэт. Как на фоне тёмного контрастируют ноги. Вот здесь ногу увели тоже в тон. Руку заднюю увели в тон. Я замечаю, что очень часто здесь используют такие приёмы. Хочу ещё одну картинку показать. Вот здесь нога также уведена в тон задняя. И мне кажется, это ещё сделано для какого-то равновесия, чтобы создать такой некий треугольник в композиции. Очень мне нравится анализировать, потому что, как бы, да, красиво, но это же было сделано специально с какой-то целью. И я это всё ввела к тому, чтобы сравнить ещё с силуэтом Акутагавы. И здесь используется практически полностью просто тёмного силуэта. Ноги, плащ, волосы. Всё это единый силуэт, кроме лица, ну вот руки и его галстука. Мне хоть в университете и не очень нравится в нашем, но я понимаю, что какие-то такие основы, они идут даже из той же практики вуза, потому что, я, может, здесь вставлю, мы практически каждый семестр и делали, и, возможно, ещё будем делать переработки, где контрастируют белый с чёрным, разных композиций, постановок. И смысл был в том, чтобы большую часть какой-то некоторой композиции, какой-то фигуры, то же самое мы делали и с драпировкой, с тканью, 90%, допустим, 95% должен составлять чёрный силуэт, и лишь некоторые кое-где пятна показывают, там, складки, фигуру, ещё что-то белым. Или же наоборот, почти весь силуэт должен быть белый, и где-то моментами должен встречаться чёрный, но не чёрный, не белый при этом не должен спорить с другим. Одного должно быть конкретно больше другого. И на примере вот этой картинки очень хорошо видно то, как используется этот приём здесь. И это настолько всё интересно, и тут я понимаю, что да, академизм, конечно, нужен, потому что это основа основ, и потом после этого уже делается всё остальное. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»